Марио, спасибо вам огромное за то, что вы согласились дать интервью. Короткое сегодня вы говорили о проблемах в Эстонии. Какая наиболее серьезная для вас проблема? Мы сейчас говорим не о проблемах только в Эстонии, ведь это ведь европейская конференция, и мы говорим о проблемах Эстонии на фоне Европы. И я бы сказала, что если посмотреть на эти данные, которые я тут представила, Эстония на фоне Европы вообще-то выглядит довольно хорошо, особенно в некоторых областях мы даже вышли в топ-файв. Например, социальный эффект образования, то есть эффект образования, чтобы снизить социальное различие. Эстония здесь в числе наилучших в Европе, но также в числе наилучших в нашей семейной политике, потому что действительно мы ведь подняли помощь семьям с детьми, и еще вот с Юлия будет повышена помощь семьям. И я думаю, что мы сейчас вышли опять же первую тройку в Европе. С другой стороны, у нас очень сложные проблемы с пенсионерами, потому что, например, если посмотреть на бедность среди людей старшего поколения, то тут как раз напротив того, что мы имеем с детьми, мы находимся вообще-то прямо в задней пятерке. В этом смысле такие общие европейские обсуждения, они нам дают как бы реалистическую картину. То есть зачастую мы говорим, что у нас все плохо. Нет, у нас некоторые вещи вообще лучше в Европе. С другой стороны, действительно, нам нельзя сказать, что у нас все хорошо, потому что у нас есть нерешенные проблемы, которые очень болезненные. А какие вот идеи у вас есть для их решения? Но идеи только сейчас будут обсуждаться, потому что мы же до того и собрались. Для того эти дискуссионные столы, чтобы действительно посмотреть, будут ли действительно идеи насчет решений. Не только вопросы, но и решения. Если правительство не может решить проблему безработицы, почему бы не... Нет, у нас правительство, между прочим, наше уровень безработицы, один из наиболее низких в Европе. Дело не в том, что у нас безработица вообще высока, а дело в том, что у нас, как и во многих других странах, с таким высоким уровнем технологического развития, у нас структурная безработица. В некоторых группах населения безработица высокая, но это как бы отдельные моменты, которые нужно учитывать уже в политике правительства, для того, чтобы помочь людям, которые оказались в долгосрочной ситуации безработицы. Или же молодым людям, которые, например, они выпадают из школы, не получают профессии и потом являются безработными. То есть тут другие меры нужны. А как вы относитесь к тому, чтобы ввести основной безусловный доход? Ну, это сейчас будет обсуждаться, это одна из дискуссионных проблем. Да, но у вас есть свое мнение? Знаете, у меня, я не очень уверена, что это такой универсальный выход. Потому что мы же все-таки имеем, мы имеем этот уровень, той именно, как пир, который то же самое. Он у нас просто очень низкий. А поднять его? Да, но в принципе, да, поднять это другое, но это тот же принцип. Но тут есть ряд стран, у которых даже этого принципа нет. У нас многие вещи в социальной политике именно стоят за то, что у нас денег мало. Принцип сам хороший, а денег мало. Поэтому для нас очень важно то, что будут обсуждаться тут, это проблемы дохода для государства и проблемы налогообложения. И особенно в Европе сейчас очень остро стали налогообложения таких больших международных корпораций. Так что тут это будет обсуждаться. Так что я надеюсь, что мы здесь получим действительно хорошие результаты. Все. Спасибо.